всем большой привет очень рада видеть вас сегодня на моем канале и в этом видео я продолжу разговор о коллекции своей декоративной косметики и сегодня поговорим о карандаша для глаз и подводках вот такое вот у меня количество возможно возьмете что-то для себя на заметку потому что расскажу о плюсах и минусах и так начну наверное с того что я ежедневно делаю стрелки ну практически ежедневно люблю больше всего я карандаши потому что мне ими удобнее пользоваться и быстрее получается подводки у меня тоже есть но пользуюсь я ими крайне редко потому что у меня не очень получается так я не научилась ими пользоваться начну как раз наверное с них у меня три подводки две подводки у меня от dior это dior addict it light и у меня не в двух оттенках в фиолетовом оттенке и в черном просто покажу честно говоря даже не знаю толком что о них говорить подводка dior тоненькая у нее такой наконечник не фетровый а кисточковый мягкая такая кисточка которая рисует стрелку я и пользовалась буквально наверное пару раз для меня это очень мягко у меня не получается ровную провести стрелку но оттенок очень хороший такой черный лаковый фиолетовая подводка все то же самое тоненький кисточковый такой наконечник но здесь красивый оттенок но к сожалению не получается такого оттенка который нужен то есть она немножечко плешили от ее я пыталась использовать несколько раз но все-таки неровные получается не тонко не получается то есть я с ними вообще не очень дружу ну и еще одна подводка это фломастер от лореаль который называется супер лайнер у меня она тоже в черном оттенке бывает наверное тоже она только в черном здесь как раз таки такой фетровый наконечник который очень черный которым очень удобно рисовать стрелку это наверное единственная подводка которой я могу пользоваться потому что действительно проводя буквально один раз она делает черную стрелку не плешили можно сделать как тонкую так и толстую стрелочку дальше буду рассказывать наверное по оттенкам один единственный у меня есть черный карандаш и это карандаш от мак карандаш который предназначен в том числе и для водной линии то есть каял он очень мягкий он очень черный он такой пластиково-деревянный как я их называю очень легко рисует дает как тонкую так и толстую стрелочку подсыхает и достаточно неплохо держится но все-таки за ним наблюдается отпечатывание что конечно же мне не очень нравится но в принципе в использовании он хороший и тем что он очень черный это конечно его огромный плюс следующий карандаш для глаз это светлый карандаш для водной линии у меня он от арт-деко в девяносто восьмом оттенке его осталось уже совсем совсем чуть-чуть но могу сказать что это действительно один из самых лучших наверное светлых оттенков которые я когда-либо встречала во первых он светло-телесный он очень неплохо держится на водной линии и можно обводить также и губы он мягкий при этом хорошо рисует и хорошо держится но и оттенок его просто потрясающий мне безумно понравился этот карандаш следующие карандаши которые есть моей коллекции это толстые карандаши от make up forever первый из них это коричневый он такой насыщенный толстый дает темную темную толстую стрелку либо можно его растушевать как темную тень очень хорошо они держатся очень легко наносится и у него такой настоящий кофейный коричневый оттенок следующий толстый карандаш это зеленый который что-то не хочется не хочет открываться это прям знаете такой насыщенно изумрудный или даже оттенок зеленки я им не пользуюсь потому что мне он не очень подходит он действительно дает такую насыщенную зеленую стрелку оттенка прям настоящие зеленки как-то это не очень подходит к моим глазам он неплохо тоже тушуется но все-таки здесь не подходит мне оттенок и последний карандаш из этой же линейки это кстати aqua shadow это такие типа карандаши тире тени и следующий оттенок это светлый он такой белый с таким золотистым шиммером наносится только либо как тень либо как подложка кстати говоря на водной линии держится не очень хорошо плешивит и со временем уходит а в связи с тем что в нем есть такой серебристый такой даже наверное золотистый да золотистый шиммер смотрится как-то не очень аккуратно то есть где-то ушел оттенок где-то остался смотрится не очень аккуратно но как подложка такая светлая блестящая вполне может быть но вообще честно могу сказать что эти карандаши мне не очень нравятся я ими очень редко пользуюсь потому что они какие-то очень насыщенные то есть вот коричневый для стрелки да все остальное очень спорные моменты следующий карандаш тоже цветной и это карандаш в синем оттенке от марки make up factory я как-то делала у них покупку и в том числе это был как раз таки карандаш здесь с одной стороны вот такая растушевочная губочка и с другой стороны уже непосредственно сам карандаш оттенок синяя серый такой слегка такой с графитным потоном синий и с серебристым шиммером неплохо наносится он тоже такой пластиково-деревянный неплохо наносится неплохо держится но за ним тоже наблюдается знаете такое потускнение и какими-то моментами он где-то пропадает но в принципе для ежедневного применения он имеет место быть потому что он не очень яркий он не очень насыщенный но при этом он все-таки дает такое симпатичное обравление глазу так что в принципе неплохой карандаш пользуюсь не так часто наверное как хотелось бы следующий карандаш это карандаш от dior это dior шоу лайнер который еще и водостойкий у меня он вот в таком салатовом таком салатово с таким золотистым шиммером оттенок пользуюсь им тоже очень очень редко вот таким вот образом он выглядит для того чтобы его вот так нанести нужно провести несколько раз но он достаточно твердые чтобы водить столько раз по такому нежному веку снизу не очень подходит на водной линии его не очень хорошо видно он становится какой-то светлый и в связи с тем что у него есть вот этот вот золотистый шиммер золотистый такой подтон он не очень красиво смотрится на именно моих глазах поэтому тоже в использовании крайне редок следующие два карандаша это два фиолетовых оттенка один из них такой же карандаш как зеленый от dior dior шоу лайнер который водостойкий но здесь уже такой темный насыщенный очень красивый баклажановый оттенок я такие оттенки очень люблю он абсолютно матовый он очень хорошо рисует он очень хорошо держится и кстати говоря в связи с тем что в нем нет видимо шиммера он и легче наносится и лучше держится и смотрится конечно же более красиво вот такой вот у него темно насыщенный баклажановый оттенок я такие оттенки люблю на мне они смотрятся хорошо такие фиолетово-баклажановые оттенки они как раз зелень очень хорошо вынимают этим карандашом довольна следующий карандаш тоже в фиолетово-баклажановый оттенки от dolce gabbana здесь также резиновая сторона для растушевки и непосредственно здесь уже фиолетовый карандаш но это деревянный карандаш я уже неоднократно говорила о том что деревянные карандаши мне не очень нравится этот карандаш мне вообще не нравится сейчас объясню почему выглядит он вот таким вот образом то есть по сравнению с диором это конечно две просто огромные разницы я провела здесь сейчас раза три-четыре и вы можете наблюдать что он достаточно светлый он такой тоже сера баклажановый наверно можно сказать как то так я все-таки люблю больше темные оттенки этот получается очень светлым он достаточно мягкий но при этом им тоже нужно так знаете несколько раз возить по веку для того чтобы получить более или менее какой-то насыщенный оттенок не очень понравился мне этот карандаш поэтому тоже применение крайне редок смыла я сходила все что здесь нарисовала и могу вам сказать что все те карандаши которые показала до этого очень хорошо смываются с помощью средства для снятия макияжа с глаз без каких-либо проблем без каких-либо остатков все беспроблемные очень хорошие ну в плане их снятия с глаз следующий это карандаши которые я люблю это серо-коричневые тауповые или просто коричневые ну первый карандаш наверное с которого я начну это осенью по моему они появились это тоже тени карандаш от ланком у меня они в четвертом оттенке и это потрясающая просто вещь во первых его здесь достаточно много во вторых он используя можно его использовать как стрелку и также его можно использовать как тени что-то я где-то не там нарисовала вот таким образом он выглядит он действительно серо-коричневый тауповый с таким серебристым шиммером очень красиво преломляется очень хорошо смотрится и как стрелка и как тени для глаз неплохо тушуется и при этом просто отлично держится безмерно довольно этим карандашом тенями следующие наверное два карандаша которые покажу один из них у меня как раз таки в таком фиолетовом тоже оттенке это два карандаша от клоранс карандаши от клоранс мне очень нравятся они деревянные но при этом очень хорошие здесь кисточка для растушевки либо для нанесения теней каких-то кремовых и с другой стороны непосредственно уже сам карандаш первый оттенок у меня 07 это как раз таки такой фиолетовый оттенок который нужно было показать еще до этого он не полностью фиолетовый в нем есть какая-то такая графитная еще составляющая он достаточно темный он ежедневный и я его очень часто использую для дневного макияжа карандаш мягкий хорошо наносится хорошо отдает свой цвет я редко тушую карандаши но все таки он неплохо тушуется и он очень хорошо держится на моих веках он никуда не пропадает не плешивит ничего подобного с ним не происходит абсолютно теми же свойствами обладает и карандаш в оттенке номер два от клоранс это коричневый стандартный коричневый оттенок матовый такой оттенок кофе легко наносится мягкий хорошо держится очень хорошо прорисовывает стрелку на верхнем веке на нижнем вот по нижнему веку коричневый карандаш периодически тушую и кстати говоря клорансовские карандаши еще и неплохо держатся на водной линии мне карандаши клоранс очень нравятся и у меня было их раньше когда-то гораздо больше но пока вот остались только два так что клорансовские карандаши могу рекомендовать сто процентов следующий карандаш тоже такой коричневый серый достаточно светлый это карандаш от make up for ever из линейки которая позиционируется как водостойка карандаш не деревянный а такой пластиковый оттенок выглядит вот таким образом то есть вы видите что он достаточно светлый для ежедневного макияжа дневного очень хорошо подходит он очень плавно плывет по веку давайте здесь еще порисую очень плавно плывет по веку он хорошо но быстро надо его растушевать он может сделать очень неплохую даже складку и на водной линии тоже кстати говоря он хорошо держится в нем нет никакого шиммера он такой просто светло-коричневый даже чем-то похож на карандаш для бровей для дневного макияжа мне нравится его использовать вот следующий карандаш который я безмерно люблю который остался уже таким очень-очень маленьким но хочу его повторить когда закончится это карандаш от Urban Decay это такой серо-коричневый карандаш с шиммером то есть он чем-то похож на тени в карандаше от кто это Lancome от Lancome вот они и вот он он возможно более серый он более шиммерный но он тоже пластиковый он очень хорошо наносится он очень легко плывет он прям как будто масляный очень легко отдает свой пигмент для дневного макияжа это просто идеальный вариант он как бы так открывает и освежает глаза отлично просто держится никаких нареканий к нему нет сколько нужно 24 часа написано столько и будет держаться и возможно даже 7 дней в неделю как и позиционируются карандаши для глаз от Urban Decay ну и последний карандаш в моей коллекции и последний карандаш из таких серо-коричневых карандашей это последняя моя любовь от MAC это карандаш как они называются автоматический да наверное автоматический тоже карандаша здесь достаточно много с другой стороны у него кстати говоря нет точилки но можно поточить какой-нибудь другой стороной от карандаша например от Dior но здесь просто потрясающий очень красивый обалденный оттенок он серо-коричневый и возможно даже с каким-то таким легким-легким шиммером похож на разные оттенки тех карандашей которые у меня есть очень хорошо наносится очень хорошо держится идеальный оттенок дневного макияжа можно сделать какую-то более темную подложку для какого-то более вечернего макияжа не плывет не расслаивается шиммер никуда не пропадает то есть вот как вы его нанесли таким он и останется до самого вечера он каял но не написано что водостойкий на внутренней на внутренней линии по-моему я его не пробовала но по оттенку это прям вот то что я искала то что я хотела очень хорошие вот эти коричневые все оттенки я безмерно их люблю и чаще всего дневной макияж конечно же делаю с помощью именно этих карандашей это вся моя коллекция карандашей для глаз и подводок которым я практически не пользуюсь если вам есть что порекомендовать по карандашам для глаз или возможно по каким-то интересным оттенкам карандашей для глаз то обязательно сделайте это в комментариях ну а мы с вами увидимся в следующем видео и пока-пока пока-пока